Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показываю этого по дому, и сегодня речь пойдет о фразеологизмах, об устойчивых выражениях, о посвоицах и поговорках, но все тут же сразу вспомнили о горящую избу, коня какого-то там, не знаю, там, без труда, в пруду, волка, ноги, что-то там с ним делают, то ли кормят, то ли еще что. В общем, короче говоря, тамбовский волк тебе боярин. Ни в коем случае, на самом деле, вся народная мудрость, она очень резко меняется исторически, и когда мы говорим о пословицах и поговорках, когда мы говорим о фразеологизмах, надо иметь в виду, что их надо разделять. Одно дело, народная мудрость, она основана на быте и, значит, достижениях, скажем так, как минимум вековой давности, да, это очень давняя, старая, старинная история. Другое дело, устойчивые выражения, образные выражения, которые прочно вошли в язык. Их можно разделить на две большие категории. Это выражение пароли, значит, ну, как только, вот, я не знаю, в моей молодости, как только кто-то говорил другому, рукописи не горят, или, значит, никогда ничего не просите, все придут и все, ну и так далее. Значит, в белом плаще с кровавым побоем, все, человек сразу становилось понятно. Это человек какого круга, да, ну, в аду тоже, наверное, свои пароли и явки есть. Значит, имеется в виду, что человек читал и каков с ним у нас общий язык тоже, устойчивое выражение. Да, языки у нас, конечно, значит, разные. При этом вы же понимаете, что малышу, самому юному читателю, который еще даже не знаком со школьной программой первого-второго классов, совершенно непонятно, что происходит, когда ему говорят, «Холодильник потек», или там, значит, «Стиральная машина полетела куда?» В космос. Именно так начинается аннотация к этой замечательной книге, которую написала Ирина Иванникова, а нарисовала очень смешно, очень обаятельно, да, Ирина Августинович. Значит, серии «Досуг малыша» издательства «Энскнига». Почему это такая познавательная серия «Досуг малыша»? Потому что то, что я говорю, имеет большое практическое значение. Освоение богатства языка, значит, начинается не просто с количества выученных слов, которые ребенок там 2-3 года быстро наращивает, а с проникновения в метафорику этого языка, в образность этого языка. И поэтому «Стиральная машина», безусловно, полетела. Там реально так начинается, значит, аннотация к книге. И мы-то понимаем, что она сломалась. Но, понимаете, в детстве это значило совершенно другое. Ты прежде всего представляешь себе буквализацию. Буквализируя, значит, выражение, представляешь себе, что происходит. У меня даже есть стихотворение. «Ведь каждая стиральная машина, она в душе космической корабли». И так далее. Значит, ну действительно, во-первых, похоже. Во-вторых, ну и советские стиральные машины не были похожи на космический корабль. Там не было в основном вот этого иллюминатора. Он появился уже позже, во второй половине 80-х, насколько я понимаю. Вот. И, в общем, это было другое. Но сейчас, конечно, космический корабль. И вот эта игра слов, заглавное стихотворение книги, она очень важна для ребёнка. Значит, пара слов о форме книги. Понимаете, в чём дело? Многие скажут, но ведь некоторые стихи Иваниковой в этой книге очевидны не шедевры. Во-первых, не так уж очевидны. Они складные, они легко запоминаются. Они и не должны блистать поэтической красотой. Потому что здесь должно обыгрываться одно единственное выражение. В небольших таких врезочках, в виде комиксового пузыря, расшифровываю. Это выражение расшифровывается прозой, разжевывается. Но любое прозаическое объяснение всегда будет скучным. И вот эта расшифровка в поэтической форме и должна, образно говоря, выстрелить. Должна покорить, пленить малыша. И это действительно происходит. Причём по поводу полетевшей, то есть сломавшейся стиральной машины, примерно всё понятно. По поводу, допустим, ну я не знаю, выражения, там, газ куда-то потёк, да, то есть тоже всё понятно. То есть, стиральная машина там потекла, кстати. Вот, по поводу всяких там, значит, играющих теней, да, значит, по поводу мыльных пузырей, которые куда-то намылились, да, это тоже всё понятно. А вот, например, есть выражения, которые совершенно неожиданно встречаются в книге, хотя они действительно требуют объяснения. Вот стихотворение «Мама на работе». У мамы в работе возникло окно, но быстро, как призрак, исчезло оно. И нет бы в окно потихоньку пролезть, а мама решила, что лучше поесть. До вечера ждать мне придётся теперь, когда из работы откроются двери. Ну, в общем, у меня дома стихотворение произвело фурор, потому что, во-первых, оно идеально подходит к режиму самоизоляции, да, и к сидению дома на удалённой работе, да, когда мама как бы есть, но её как бы нет дома, потому что она находится в данном моменте на работе, да. Вот, окно, которое открывается в работе, и которое позволяет немножечко уделить время своим делам, это совершенно новость, совершенная новость для малыша. Вот, у меня дочка, конечно, знает уже это выражение, но всё равно она посмеялась, ей смешно, потому что когда в работе откроется дверь, и мама к нам вернётся, ну, в общем, этого момента дочка ждётся с большим нетерпением, да. Окно в работе вовсе не то, в которое можно посмотреть, тем более пролезть. Это просто-напросто случайный перерыв во время работы. Вот то самое прозаическое. Вы понимаете, вы чувствуете, да, насколько, какова разница, почему бесконечно прав автор, изложив эти, значит, задачки поэтические, языковые в стихах, потому что это действительно здорово звучит в стихе, и совершенно банально и плоско звучит в прозе. Эти объяснения, они хорошо написаны, они понятны, они доступны, но они не запоминаются ребёнком. А вот мама решила, что в окно лучше поесть, да, на кухню холодильник, и назад на работу, да. Вот, такой, значит, шестой за день обеденный перерыв. Я ещё раз говорю, просто все хватались за животики, потому что получилось, что называется, в самую десяточку. И таких попаданий у Иваникова очень много, на самом деле, в книжке. Вот, поэтому я считаю, что стихи удачны, они выполняют свою лингвистическую задачу, вот, свою обучающую задачу. Не забываем, что серия «Досуг малыша» – это серия не просто развлекательная, но и какая-то тренировочная, да, познавательная. Вот, но при этом это ещё и наслаждение хорошей шуткой, без чего детских стихов практически не бывает. Серьёзных детских стихов много, но всё-таки мы улыбаемся. Не потому, что мы снисходительно, свысока смотрим на эти детские стихи, а потому, что человек рассеянный с улицы бассейна – это действительно, прежде всего, смешно. Вот. Как заморить червяка или куда кот наплакал? Ну, кот обычно не плачет куда-нибудь, а, как известно, Куклачёв, приходя домой, ставит ботинки в шкаф, вот, а не на пол. А, значит, ну, это старый анекдот. А заморить червячка – это вообще одно из самых интересных, смешных выражений, которые ребёнок усваивает одним из первых, да, потому что это очень смешно, да, кто, чем морит, какого червячка. Если вдуматься в это выражение, станет нехорошо, да, так очевидно. Вот, что это там за червячок, вот. А если его буквализировать, то это смешная история, которую очень легко показывать детям, потому что все дети любят, когда им вот это вот показывают или вот это вот показывают, да, и так далее. В общем, книжка идеально подходит для детей детсадовского и младшего школьного возраста. Потому что, хотя большинство выражений в первом, втором, третьем классе детям уже знакомы, они понимают смысл метафоры «полетела стиральная машина, что она сломалась», да, но это всё равно смешно. Она всё равно похожа на космический корабль, и она всё равно летит куда? В космос, как гласит аннотация. Читайте, наслаждайтесь, занимайтесь с детьми. Это очень интересно. Как писал ещё Корней Чуковский от двух до пяти, дети – это неиссякаемый кладезь вот этих самых творческих находок языковых. Я, конечно, переврал все слова Чуковского от первого до последнего, но мысль, наверное, примерно такая же. Они действительно умеют творить в языке. Они ещё в нём не освоились. Он для них ещё как незастывшая лава такая вся, подвижная, да, можно выстраивать какие-то новые вещи. И вот эти образные выражения здорово помогают ребёнку развивать эти способности, которые потом приведут к правильной, образной, насыщенной, богатой словарной речи, чего, собственно, и добиваются многие произведения для детей. Вот такая книга. Спасибо за внимание.